И снова здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Мехвод. Сегодня в обзоре у нас шикарный китайский седан D-класса Дон Фэнк Шэй Макс. Ранее мы с вами обозревали этот автомобиль и под предыдущим видеороликом получил кучу комментариев, на которые нужно сегодня ответить. Это измерить толщину ЛКП кузова автомобиля, загнать машину на подъемник, посмотреть, как устроена нижняя часть кузова, есть ли там антикоррозийная защита, какая она заводская, да? И, конечно же, в конце озвучу стоимость, за сколько можно купить Дон Фэнк Шэй Макс. Поехали кататься, а потом на подъемник. По теплым опциям сразу же вижу, сидение водителя греется, есть вентиляция и есть даже массаж водительского сидения. А вот у переднего пассажира, как мне кажется, только есть подогрев. В принципе, да, нет вентиляции у пассажира и нет массажа у пассажира. Только подогрев. В общем, передний ряд сидушек греется. Из дополнительных опций есть у нас беспроводная зарядка для телефона и шустрый-шустрый двигатель под капотом. Это полторашка 190 лошадиных сил, которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач. К сожалению, нет подрулевых лепестков переключения передач. Они отсутствуют, да? Кому-то они нужны, кому-то они не нужны. Есть датчик усталости водителя, вот здесь на стойке расположен. Цифровая приборная панель. Мультимедийная система полностью на русском языке. Климатическая система однозонная. Есть адаптивный круиз-контроль. Система экстренное торможение перед препятствием. Панорама, пока она закрыта, солнце сильно печет, поэтому шторку открывать не будем. Шумоизоляцию оценивайте. Сразу же мы едем в автомобиль. Переключается довольно-таки робот шустро, без всяких рывков, дерганий. Приятно ехать на машине. Климатическая система довольно-таки хорошо холодит, учитывая то, что сейчас на улице 33 градуса жары, тепла. И то на полную включено, только на половину. Переключается климат вот здесь, с сенсорным нажатием. Удобно, неудобно, не знаю, но кому как. И еще панель с сенсорным управлением расположилась вот здесь, в нижней части. Здесь же есть кнопочка включения обогрева сидений. Быстрый доступ к обогреву. Система удержания в полосе движения, я так понимаю, здесь звуковая, да? Нет, удержание в полосе, она сама подруливает. А, подруливает даже, да? Обратите внимание, сколько свободного места, пространства на втором ряду между вторым и первым рядом сидений. Водитель немаленького роста, и все равно здесь очень-очень много места для ног. Отделка сидений выполнена из эко-кожи. Есть три подголовника, есть подлокотник. А самое главное, да, кого не устраивает светлый салон, есть темный салон. Машина должна стоять такая, с темным салоном в директорском центре. Мы обязательно, я обязательно зайду и посмотрю, если она в наличии осталась, либо ее уже забрали. По подушкам безопасности есть фронтальные подушки безопасности, есть подушки безопасности в стойках, вы видите, на стойке airbag. И подушки безопасности есть в передних креслах у водителя и у пассажира, что немаловажно. Об этом, кстати, мало кто задумывается о наличии подушек безопасности в автомобиле. Надо, надо, друзья, лучше переплатить немножко, да, и купить более богатую комплектацию, потому что безопасность дороже всего, превыше всего. И как у нас подрывает автомобиль? 30. Все, сотка, давай тормозим. Моментально разгоняется, и разгон примерно за 8 секунд, но чуть меньше, 7,9, 7,8. Я так насчитал, сколько точно вы это увидите по видео. Там все в реальном времени. Первое впечатление довольно-таки положительное. Сейчас заедем на подъемник и уже рассмотрим там нищие более детально. Узнаем, какая антикоррозийная обработка сделана. И посмотрим, какие колеса установлены на Дон Пэнк Шей Макс. В отличие от светлого салона, заглянем автомобиль с черным салоном, здесь уже кардинально все по-другому выглядит, да. Обратите внимание, что в черных тонах машина смотрится куда солиднее. Но это, опять же, на мой взгляд. Кресло водителя регулируется за счет электроприводов. Здесь же мы можем регулировать поясничный подпор в нескольких положениях. Есть вентиляция, есть массаж, есть подогрев водительского сидения. И подогрев у нас есть переднего пассажирского сидения. Мультимедийная система, цифровой счеток приборов. Верхняя часть парприза отделана коричневым спиненным материалом. Здесь у нас ставочка, в отличие от теста автомобиля, выполнена из алькантары, друзья. И алькантары также присутствуют на дверных картах. Блок управления электростикоподъемниками совмещен вместе с пультом управления боковыми зеркалами. Ставочки под дерево. Причем здесь они не лакированы, здесь они матовые. Такое решение, опять же, на мой взгляд, довольно-таки лучше, практичней. Не остается никаких следов отпечатков от пальцев. Верхняя часть из пененого материала. Здесь ставка из эко-кожи, здесь пластик. Вид на второй ряд. Здесь места много. Машина, не обращайте внимания, что здесь есть какие-то крошечки. Машина только что разгрузилась с автовоза. Я думаю, она долго в автосалоне не задержится. Почему? Отвечаю. Потому что здесь черный салон. С черным салоном, конечно же, Шеймакс продается гораздо быстрее. Такие позиции забирают очень-очень быстро. Согласитесь, практичней на черном салоне, чем на белом. Хотя белый салон, он светлее, чище, как бы, и просторней. Дает простор в автомобиле. Легкоспаловный колюсный диск 17. Размер шины 215 на 50. Производитель китайский. Не буду присоединиться вслух, чтобы не было рекламы. В общем, шины китайские. Задняя подвеска независимая, пружинная. В задней части расположился глушитель. Он у нас раздвоенный. Выхлоп слева, выхлоп справа. Выхлопная система, да, немножко поржавела. Это у нас машина БУ, можно так сказать. Она же тестовая, да, не новая. И данный видеоролик отличается от тех видеороликов, которые я показываю вам на автовозе. Здесь уже все испачкалось. Что здесь стоит отметить? То, что здесь не было вмешательства дилетского центра. Здесь нет дополнительного антикора. Здесь все так, как сделано на заводе. Нижняя часть обработана шумопоглощающим антикоррозийным составом. Обратите внимание, здесь все сделано. По открытому катафорезному грунту в центральной части я таких участков не вижу. А вот здесь вот они есть в тоннельной части, но они закрыты алюминиевым экраном. Здесь расположился резонатор. Топливный бак полностью пластиковый. Трубка подводная, горловина резиновая, что довольно-таки хорошо. На многих китайцах она пластиковая. Это плохо. Здесь резина. Топливный фильтр расположился в передней части бака. Топливная магистраль выплана из пластика. Здесь стоит сделать замечание, что она не закрыта дополнительным пыльником. Это, конечно же, минус, друзья, этого автомобиля. Лучше, когда все это тело закрыто. Если мы проезжаем к этой неровности, мы можем случайно зацепить трубочку. В отличие от топливной системы, трубки тормозной системы выполнены из металла, что и есть хорошо, друзья. Я думаю, дополнительную защиту, кому надо, можно докупить. Отверстия для крепления присутствуют. Все, с топливной системой разобрались. Переходим под нижнюю часть силового агрегата. Здесь видим сплошную пластиковую защиту. Двигатель, напомню, полторашка, 190 лошадей, 7-ступенчатый робот. Привода. Вот так вот машинка выглядит уже после эксплуатации, чтобы вы понимали, как подвеска начинает. Реагировать с окружающей средой. Пластиковые лакера на передней оси и пластиковые лакера на задней оси. То, что задняя подвеска независимая, пружинная, это огромный плюс данного автомобиля, так как многие конкуренты в этом бюджете обладают балкой. Балка, по сравнению с независимой подвеской, конечно же, проигрывает по устойчивости на трассе, на больших скоростях. Здесь независимая пружинная подвеска. И опять же, отмечу, это огромный плюс данного автомобиля. Задняя часть кузова автомобиля, вот до этой линии, обработана шумоглашающейся мультикоррозийным составом. Здесь же у нас открытый катафорезный грунт. Машина поезженная, покатанная, так что давайте сразу же посмотрим очаги коррозии. Давайте, всматривайтесь. Здесь вот даже вижу открытый металл, а очагов коррозии нет. Присмотритесь, да? И давайте еще внимательно ищем, ищем рыжики. Есть они или их нет. Смотрите, камера передает очень-очень хорошо, так что внимательнее, внимательнее, друзья. Здесь также открытый сварочный шов. И я не вижу никакой коррозии. Удивительно, друзья. Теперь давайте померяем толщину ЛКП. Берем микрометр и начинаем с заднего крыла. На заднем крыле сколько у нас? 81 микрон. Крышка багажника 90 микрон. Крыша 73. Задняя дверь 92. Дверь спереди 97. Переднее крыло 81. Капот 97. Вот такие вот, друзья, показатели. Выдал нам микрометр на кузове автомобиля Donfeng Shemax. Насчет оцинковки не подскажу. Походу, этот прибор не определяет, если здесь оцинковка. Но, как сказали мне в дилерском центре Donfeng, кузов Shemax оцинкован полностью, кроме крыши. Крыша единственный элемент, который здесь не оцинкован, как во многих китайских автомобилях. В остальном же оцинковка на кузове автомобиля присутствует. Но это, опять же, со слов дилерского центра Donfeng. Как на самом деле нужен другой прибор, друзья? Другого прибора у меня пока нет. Поэтому не узнаем, точно есть оцинковка или она отсутствует. Теперь самый интересный ответ на вопрос. Сколько же стоит этот шикарный седан D-класса Donfeng Shemax? Говорю, 2 миллиона 490 тысяч рублей это за наличный расчет. И 2 стоят с учетом максимальных выгод. Трейд-ин, кредит. Ну, в общем, вы поняли, да? Гарантия 3 года, либо 100 тысяч километров пробега. Что наступит ранее? Теперь пишите свое мнение в комментариях, да? Как вам защита антикоррозийная в нижней части кузова автомобиля? Как вам толщина ЛКП? Как динамика разгона? Понравился автомобиль? Не понравился автомобиль? А также еще напишите конкурентов, если вы таких знаете, за 2 490, за наличку. Если честно, я таких автомобилей не припоминаю. Припоминаете, напишите в комментариях. Все, друзья, ухожу в комментарии, дискутирую с вами. До новых встреч!